В первые дни февральской революции Синод, святейший Синод, то есть высший орган управления Русской Православной Российской Церкви, он занял отрешенную позицию, то есть он вообще отрешился от комментирования, каких-то выступлений на политические темы, хотя высшие сановники Российской империи, например, оберпрокурор святейший Синода Раев, товарищ оберпрокурора, ну а товарищ в нынешней терминологии заместитель оберпрокурора, оба они предлагали по очереди, независимо друг от друга, 27 и 27 февраля 1917 года, они предлагали выпустить успокоительное послание к народу, ну и, соответственно, к православной пастве, и как-то утихомирить, сделать что-то для утихомиривания политических событий, точнее говоря, для утихомиривания толпы. Но первенствующий член Синода, митрополит киевский Владимир Богоявленский, он сказал, что, дескать, вот когда мы нужны, нас только лишь тогда вспоминают, а так, в общем, царская власть, дескать, к нам как-то так снисходительно относилась, и поэтому мы ничего не будем делать в защиту монархии. Когда после того, как время правительства было сформировано, оно было сформировано с 28 февраля на 1 марта, Синод стал наводить мосты с временным правительством уже 1 марта. Об этом существует несколько документов. Были засланы гонцы к временному правительству, ну, дескать, там, что вы, в общем, какие-то стали искать точки соприкосновения, Святейший Синод и, значит, члены временного правительства. Но в тот день или там в те дни, до отречения Николая II, до ночи, со 2 на 3 марта, это же была просто революционная власть, никакой легитимности не было у временного правительства. Ну, то есть Госдума или там исполнительный комитет Госдумы сформировал его, но это была революционная власть, но тем не менее Синод стал наводить с ней мосты, что, в общем-то, вполне очень красноречиво характеризует политическую позицию Синода. 2 марта днем была обретена в селе Коломенска в Москве державная икона Божьей Матери. И, кстати говоря, просто если рассматривать хронологию, уже потом, постфактум, была создана целая мифология, что, дескать, вот в день отречения Николая II была явлена икона державной Божьей Матери, значит, там, скипетр державы в руке у Божьей Матери. И, соответственно, характеризует, является признаком того, что, дескать, Божья Матерь взяла скипетр державы у отрекшегося императора, у Николая II. Но дело в том, что Николай II отрекся в ночь со II на III, как известно, а державная икона – это день 2 марта. То есть, получается, явление державной иконы было до отречения. И поэтому, не вникая, конечно, не углубляясь в трактовку, известную трактовку церковную, явление иконы державной Божьей Матери, следует лишь сказать, что, на самом деле, всё это полная мифология. И никакой там скипетр державы Божья Матерь не принимала от царя, потому что он ещё тогда царствовал. С другой стороны, можно понять истолковать это чудо-явление Божьей Матери, в общем, явление иконы Божьей Матери, то, что как бы грозное предзнаменование, что будет что-то, так сказать, как бы Божья Матерь предчувствует, или там вот эта красная Багряница показывает символически, что на Россию грядёт там что-то, что-то ужасное. Ну, это мы сделали экскурс, так сказать, касательно державной иконы. Значит, возвращаемся к Николаю Второму, к политическим событиям. Значит, Николай Второй, как известно, отрёкся за себя и за сына в ночь со 2 на 3 марта 1917 года в пользу своего брата Михаила Александровича. А каков, что говорилось в акте Михаила Александровича? По расхожей точке зрения, Михаил Александрович отрёкся от престола, не стал принимать престол, отрёкся там, условно говоря, в пользу времен правительства, ну и дальше там большевики и так далее, и так далее. Но стоит почитать сам акт Михаила Александровича, как становится ясным, что отречения не было. Отречение его от престола. В акте говорилось, принял я твёрдое решение лишь в том случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит в учредительном собрании установить образ правления нового закона государства российского. Ну, я сделал некоторые там купюры, но содержание вот именно такое, что он говорит, что я готов восприять верховную власть, и с таковой будет воля великого народа нашего, то есть воля учредительного собрания. Иначе говоря, Россия с 3 марта стояла на исторической развилке. Быть ей монархией, ну, по тем временам, по социальной базе, конституционная монархия была актуальна, такая форма правления. Тем более, за конституционную монархию выступали два министра ключевых, время правительства, Милюков, министр иностранных дел, и Гучков, военный морской министр. Плюс кадетская партия, влиятельная, она тоже была, де юре, она была за конституционную монархию. Хоть, понятно, там не было единства в редакте, кстати, были и за республику, но, тем не менее, значит, значительная часть кадетов, а это такая интеллигентская, профессорская партия, они выступали за конституционную монархию. Плюс правые партии, так сказать, монархическая социальная база, плюс консервативное крестьянство и так далее. То есть социальная база у монархии была очень весомой в первые дни марта, вот с 3 марта. Так вот, то есть получается, что Россия стояла, оказалась на исторической развилке, альтернатива. Какой Россия будет форма правления? Республика в той или иной форме, или монархия в той или иной форме? И вот как в этой точке, на исторической развилке, повел себя высший орган церковного управления, Святейший Правительство и Синод? А он, значит, уже 4 марта стал распространять по епархиям телеграммы, что прекращаем молиться за царскую власть, и что где поминался император, вводим поминовение благоверного временного правительства. Потом было целое сеть определений 6, 7, 8, 18 марта и так далее. Суть этих определений сводилась к тому, во-первых, было выпущено послание 9 марта, которое начиналось следующими словами. «Совершилась воля Божия, Россия вступила на путь новой государственной жизни, да благословит ее Господь, счастье и слава, и на ее новом пути». То есть, в общем-то, дискуссионно, как так новая жизнь, в общем-то, так сказать, благословит Господь. Ну и, короче говоря, по мнению современников, это послание легитимировало временного правительства. То есть, это как оценили современники, так сказать, документы. Но главное было не это. Главное было молитва, изменения в богословитном причинах и молитвословиях. Значит, как я уже сказал, что Синод распорядился всюду, где опоминалась царская власть, а молитвы о царе не сходили с усцеркви. По частоте опоминовений молитвенных, молитвы о царской власти, ну, о царе, о членах император, об императрице, наследнике престолов, доствующей императрице, в целом дом Романовых, значит, по частоте они были на втором месте после опоминания Божьей Матери. То есть, молитва о царе, она пропитанная служба была молитвой о царе. Но Синод сказал, что распорядился, что, значит, всюду, где опоминалась царская власть, дом Романовых, и неоднократно такие определения выходили, дом Романовых был упомянут в прошедшем времени. То есть, в связи с прекращением упоминания царствовавшего дома, там, вводим, так сказать, изменяем молитвы. Так, как, если дом Романовых не отрекался от престола, то есть, во-первых, Михаил Александрович не отрекался от престола, то есть, как я уже сказал, что он перенес вопрос о форме власти, на рассмотрение учительного собрания. Плюс дом Романовых включал в себя более 80 человек. И вот этот расхожий тезис, что, дескать, дом Романовых отрекся от... Ну, так сказать, отрешился от власти... Отрекся до... Ну, вообще, дом Романовых отрекся от престола. Такой расхожий тезис. Значит, каждый член дома Романовых, он являлся предметом на престол. Согласно закону о престолонаследии Павла I 1797 года. Соответственно, если говорить, что дом Романовых отрекся, если бы он отрекся, это значит, каждый, там, более 80 человек должен был там, собственноручно, написать, что я отрекаюсь от престола. От своих прав, точнее говоря, на престол. Такого, понятно, не было. То есть, получается, дом Романовых от престола не отрекался. Но Синод стал упоминать дом Романовых в прошедшем времени. На каком основании? То есть, получается, вот этот, так сказать, факт очень красноречиво характеризует политические настроения Синода. Значит, возвращаемся к тем самым богослужащим начинам. Значит, согласно определениям Синода об изменениях молитвословий, стало, например, говориться следующее. Стало звучать в православных храмах. Например, на Богородичном тропаре утренней. Раньше было. Пресвятая Богородица, спаси благоверного императора нашего, ему же повелело Иси править. После изменения богослужащих чинов стало звучать Пресвятая Богородица стало звучать 7 марта 17-го года. Пресвятая Богородица, спаси благоверное временное правительство наше, ему же повелело Иси правити. То есть, получилось, так сказать, это Синод фактически легитимировал свержение монархии, во-первых, что, дескать, временное правительство царствует по санкции Божьей Матери. Прямо стало звучать, так сказать. Повторюсь. Значит, спаси благоверное временное правительство наше, ему же повелело Иси правити. Это во-первых. Во-вторых, этим молитвословием временное правительство было усвоено сакральное титуло. Благоверное. Что такое благоверное? Благоверное – это царский титул. Еще со времен Византии, со времен Московского царства до провозглашения Петра Первого императора, благоверный – это богословетный титул российских, московских царей. А в период империи благоверный – это был богословетный титул наследника престола. То есть, если говорить о феврале, вплоть до свержения монархии, благоверным поминался наследник престола, цесаревич Алексей Николаевич. То есть, мы молились о благочестиве самодержавнейшем великом государе-императоре Николаю Александровичу и благоверном наследнике цесаревича Алексея Николаевича. Но вместе с тем, время правительства вот этот благоверный титул, в смысле, титул богословетного наследника престола усвоило время правительства. То есть, и царский титул, и плюс наследника престола. Это опять же, такая сакрализация произошла новой власти. На каком основании? Вот для меня это загадка. Я не могу найти ответ, на каком основании время правительства было сакрализовано синодом. Но это была, опять же, одна из многочисленных мер по легитимации революции, по легитимации свержения монархии, по легитимации временного правительства. Плюс еще очень важный аспект отношения синода к присяге, к верноподданической. Дело в том, что верноподданческую присягу приносили все люди мужского пола с 18 лет. В общем, она была общегражданской. Временное правительство, по-моему, 9 марта установило новую форму общегосударственной присяги. И в ней говорилось, что, дескать, ну я так своими словами, что обязуюсь подчиняться временному правительству до тех пор, покуда в учредительное собрание установит образ правителей нового закона государства российского. Но как-то так. То есть, иначе говоря, в присяге сохранялась вилка. То есть, вот я подчиняюсь временному правительству, но на самом деле временно оно временное, потому что, так сказать, до решения учительного собрания форм управления. То есть, в общей государственной присяге сохранялась неопределенность в... То есть, в формулировке государственной присяге сохранялась неопределенность форм управления. То есть, вопрос о форме власти открытый. Время правительства он назывался временным, потому что, так сказать, оно было временно до соответствующего решения учительного собрания. Так вот, кроме общего, в церкви православной были еще так называемые ставленческие присяги. Их приносили рукополагаемые при поставлении в каждую ступень священнослужения. То есть при поставлении в диаконские чины, священнические чины и в епископство. И вот эти ставленческие присяги, они, в принципе, носили церковный характер, много говорилось о церковной дисциплине, о благочестии и так далее. Но в них входила и верноподвенческая присяга в качестве составной части. Точнее говоря, не верноподвенческая, но раньше была верноподвенческая, то есть государственная присяга на верность власти. Так вот, Синод установил в конце марта и потом в апреле еще для епископов новые формы присяги ставленческих. И в них уже не содержалось вопроса вот этой неопределенности о форме правления. То есть в них просто констатировались, я обещаю подчиняться времену правительству, точка. То есть если в общей гражданской присяге говорилось, так сказать, о неопределенности формы правления, то в церковных присягах говорилось уже о решенности вопроса, что любая форма, точнее говоря, времени правительства, но никакой неопределенности нет. Все у нас уже, так сказать, народовластие. Потому что время правительства это, понятно, так или иначе орган народовластия. То есть получается, что церковная присяга в политической своей составляющей была левее, чем присяга времен правительства. То есть не Синод бежал за революцию, а на самом деле по некоторым аспектам Синод являлся паровозом революции. То есть еще раз повторю, значит, по каким пунктам, значит, то, что дом Романа был объявлен царствовавшим в прошедшем времени, плюс вот эта вот самая верноподвижская присяга, плюс, значит, отмена молитв за царя, от царской власти. Что Синод мог сделать? То есть как должен был молиться, то есть возносить молитвы? То есть, ну, это опять же относится к вопросу, существовали ли альтернативы действиям Синода. Дело в том, что вот эту развилку, быть Россией республикой или монархией, надо было сохранять в богослужебных чинах. То есть мы молимся о временном правительстве, но и там, помяни Господи, царствующий дом или царствующих особ. Ну, в общем, как-то. То есть как-то надо было эту вилку политическую, так сказать, отражать в богослужениях. Но Синод, он всячески, значит, молится, но только не за царя. То есть сам дулый звук молитвенный исчез с уст церкви вот в первые дни марта 1917 года. Я установил, что 4 марта 1917 года при первом заседании Святейшего Синода при новой власти была достигнута договоренность с Временным правительством. Сводилась она к следующему, что, дескать, а, скажу, что такое было заседание 4 марта. Значит, был представлен Синоду новый оберпрокурор Владимир Николаевич Львов, оберпрокурор назначенный Временным правительством. И, значит, Львов объявил Синодалом, что, дескать, Временное правительство чувствует себя, так сказать, Временное правительство предоставляет Церкви свободу самоуправления, самоустроения. То есть целый набор свобод. И уже отрешается от церковного управления, от участия в делах Церкви по аналогии с царской властью. То есть Временное правительство мыслит себя по-другому, чем, так сказать, прежняя царская власть. Синодалы приветствовали такое заявление. Тут же было вынесено кресло, царское кресло из зала свидания Синода по предложению Львова, но ему помогал при этом первенствующий член Синода выносить царское кресло. Это царское кресло, которое, значит, стояло во главе стола заседания Синода, но являлось, ну, по тем, так сказать, по тогда же прозвучавшему сравнению, что это символ цезарепопизма в Русской Церкви. Что, так сказать, участие, как символ порабощения Церкви императором. Через несколько буквально дней Временное правительство заявило, что оно чувствует себя наследником, обладателем, значит, церковных прав императора. То есть Временное правительство будет проводить такую же политику, участие в делах Церкви, церковном управлении по аналогии с царской властью. Это было 8 марта. Тут же 8 архиепископов Синода, то есть в Синоде было 12 или 13 человек, значит, тут же архиепископы заявили свой протест, что, дескать, как так, вы же нам обещали, так сказать, предоставить свободу управления, а сейчас говорить, что вы будете придерживаться царской прежней линии императорской. И составили документ. Так в этом документе, значит, было сказано, как раз это описание, можно понять, что было 4 марта. Значит, было в этом протесте, в письменном, сказано, что, дескать, вот Временное правительство обещало нам, значит, то-то, то-то, предоставить там свободу управления. Взамен мы обещали выпустить утихомирующего послания к православному народу и совершить другие акты, необходимые, по мнению правительства, к успокоению умов. То есть, получается, была договоренность 4 марта. Чем объяснить политическую позицию Синода, такую? Я считаю, что это всплыла, реанимировалась многовековая проблема священства царства, историко-богословская проблема, которая сводится к тому, что чья власть выше, царя или первоиерарха? То есть, кто может кого судить, над кем никого, никого нет, кроме Бога? То есть, над царем или над первоиерархом, над патриархом? Соответственно, духовенство видело в царе своего харизматического конкурента. Что вот если есть царь, есть проблемы священства царства. Если нет, то есть, понятно, что духовенство выше царства, священство выше царства. Если есть царь, опять же, вот начнется, так сказать, искание места, спор о том, что какое место православного императора в церкви. А этот вопрос, он не был разрешен в Российской империи. То есть, до юры не было актов. Понятно, что по факту император был главой церкви. Но, опять же, как главой церкви? То же самое, как сейчас патриарх. Вот патриарх, нигде не написано, что патриарх глава церкви. Но по совокупности его полномочий, он понял, что он глава церкви. То же самое было, примерно то же самое было с императором. То есть, он был главой православной церкви. Дело в том, что царская власть имеет три составляющих. Точнее говоря, священническая власть имеет три составляющих. Власть священодействия, власть учительства и власть церковного управления. То есть, на власть священодействия императоры не претендовали, властью учительства они не пользовались. Хотя, значит, миряне, ну, например, профессора духовных академий, они до июра имеют право проповедовать сам вонам. То есть, если императоры не пользовались властью учительства, хотя, значит, Иван Грозный пользовался, Алексей Михайлович пользовался, и византийские императоры широко пользовались властью учительства. Ну, значит, если петербургские императоры не пользовались, не проповедовали в церкви, но это не значит, что у них такой власти не было. Так вот, третье, самое главное, так сказать, в данном случае, власть церковного управления. У императора была такая власть, которая больше не только власти любого из епископов, но и всех епископов вместе взятых. То есть императоры еще с Византии устанавливали границы епархий, ставили патриархов, митрополитов. Таким образом, в целом, о позиции синода можно сказать следующее. Члены святейшего синода, зимние сессии 16-17 годов, они фактически свергли царскую власть как институт. Не Николая II, не Михаила Александровича, а вообще институт царской власти. Дело в том, что члены синода сняли вопрос о монархии в общественно-политическом сознании паствы. То есть когда Россия стояла на развилке, быть ей республикой или монархией, в общественно-политическом сознании 100 миллионов паствы, синод сказал, что монархию предали забвению, звуком молитвы вообще, так сказать, предаем забвению. Вообще царская молитва царя стала буквально запретной в церкви. Остается, пусть народ выбирает, какая будет форма республиканского правления. Ну и, собственно, это и было сделано. И уже в ноябре 1917 года было восстановлено патриаршество. Точнее говоря, не восстановлено, а ладно, пускай. И уже в ноябре 1917 года было восстановлено патриаршество. То есть получается, что результат 1917 года не стало царской власти, появилось патриаршество. Вопрос, кому это выгодно? Понятно, что выгодно духовенству.